Это сегодня, ну, что-то почему-то там вот такое, как немножко мистический такой, что ли, оттенок получается. В нашей, как в нашей стране, в нашей. У нас даже вот профессия, видите, вы, наверное, какие учитель. Продавец Лавка, Латошник. Я когда-то в молодости подрабатывал Латошник. Доктор космической медицины, кстати, его играет. Потому что, видите, Славлёв, у него образование, он по образованию доктор космической медицины. Вот так же им жизнью бывает. Продавец Лавка. А раньше кто были продавец Лавка? Инженеры, ученые, врачи. Это единственная была возможность, как поддержать семью. Это был такой белая кость, официанты. Сейчас вот они требуются, друзья. А раньше официанты было невозможно устроиться. А у нас сейчас, если говорить, проблема какая-то. У нас с актерами, с режиссерами нет проблем. У нас проблемы с официантами. На самом деле. Хороший официант были навязованы. Нечестные официанты. С техниками никто не хочет работать. Техников нет в идеале. Официанты. А актеров много. Игорь Чпирежиссер. Славлёв, там, К-2. К сожалению, в городе новой официанты, нас бы уважали. У нас есть спектакль, 13-й ночи, 110-й. Приходите, очень весёлые. Смешной. Итого есть у герцога свита герцога. Свита герцог. Помните, герцог влюблён в Оливию, в графиню, да? Девочка, мальчика переоделась, виолога. В 13-й ночи. И свита герцога. Мы её решили, наблюдая за нашими официантами. Они лежат, ничего не делают, постоянно. И даже там есть такая реплика, говорит, молодец, цезарь. Всего три дня притворяя, уже какое внимание ему герцога оказывает. У Шекспира это как бы завистливый оттеток. Типа завидуют о нём. У нас абсолютно не знаю, молодец. Вот парень, даёт три дня, а он хороший парень. В общем, всё равно. Вот наблюдая за нашим официантами, такое решение свита герцога не сделала. Да. Уже лежат, а он тренировался.